Позвольте поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу и поздравить вас с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Спасибо. То, что мы видели, результаты выборов, позволяет нам сегодня отметить всенародную поддержку проводимой вами политики и правильностью выбранного стратегического курса социально-экономического развития страны. Поэтому желаю вам и российскому народу процветания всестороннего динамичного развития, а также успешного определения всех имеющихся вызовов. В этом году 10 лет нашей интеграции, в 15-м году договор был подписан, вы сегодня отметили, я был как на экспертном уровне участвовал во время подготовки договоров. Я знаю, как вы скрупулезно обсуждали каждую статью договора и сегодня то, что Союз работает и процветает именно результат той работы, которая была проведена в то время вами и вашими коллегами. Если по цифрам посмотреть, за 10 лет у нас уже взаимный оборот между странами выросло почти в два раза. Это результат той интеграционной работы. А внешняя торговля увеличилась на 60%. А если смотреть на то, как мы в национальных валютах расчеты проводим между собой, до 2021 года, с 2015, у нас в районе 70 плюс было. В 2022 году мы достигли 80%, в этом году уже 90%. Я думаю, что вот такими темпами мы скоро полностью уже перейдем между нами, уже полностью на расчеты на национальные валюты. Это очень хороший показатель для нас. 25-й год в рамках решающего, вот в рамках договора мы должны принять некоторые ключевые решения. Это создание общего рынка в сфере энергоресурсов, нефтегаза, электроэнергии. И очень серьезный вопрос. Это у нас общий финансовый рынок. Вы знаете, согласно договору, офис в Алматы должен быть сейчас в нашей Центробанке и Национальный банк в этом плане очень активно работают. Я думаю, что к концу года мы к какому-то решению придем, в каком формате выйдем на дальнейшую работу именно в этой сфере. У меня к вам большая просьба посмотреть и с коллегами поработать с российскими, как мы могли бы включить экономики других стран нашего объединения в совместную работу со странами Брекса. Здесь очень много может быть интересных проектов, ну и вообще направления развития. Вот вы говорили о финансовых расчетах, да? Здесь есть о чем поговорить. Многие заинтересованы в том, чтобы вот эту систему расчетов в национальных валютах наладить так, чтобы она функционировала как отдельный современный новый высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. И это можно сделать. Это очень можно быть перспективным направлением. Так же, как и работа финансовых систем. У нас банковских мы, как вы знаете, создали в рамках этого объединения Банк Брекса. И там тоже есть всякие идеи, как можно было бы расширить его работу, функциональные возможности. И было бы здорово, если бы мы коллегам предложили некоторые вещи от имени России, но с учетом интересов стран-членов нашей организации. Все так или иначе сотрудничают со странными членами Брекса. Продолжение следует...